Ребят, всем привет! Меня зовут Лера, и я хочу попробовать вести свой видеодневник о похудении. Ребят, всем привет! Меня зовут Лера, и вы на моём канале о моём похудении и немножечко о моей жизни. Этот ролик назревал у меня давно, и как вы все знаете, кто со мной чуть ли там не с первых роликов, был какой-то период в моей жизни, когда я не снимала видео вообще, и максимум, что я делала, это вела Инстаграм. Да, несмотря на все VPN и прочую-прочую сложность Инстаграм в РФ, всё равно я продолжала вести Инстаграм, что-то там рассказывать, делиться. И, как вы знаете, по последнему ролику на моём канале, что мне всё-таки удалось достичь этого результата, даже перепрыгнуть его на 2 килограмма, потому что я стремилась к результату минус 80. Мы, кстати, с мужем шутим, что 75 килограмм, когда у меня было, это для мужа, а всё остальное это уже для меня. И, собственно, за весь этот период, пока существует вот этот канал, приходили вопросы как к старым роликам, так и к новым роликам. Конечно, я старалась где-то отвечать более развернуто или в принципе отвечать, но всё равно в комментариях отвечать намного сложнее, дольше. Я решила, что этот ролик просто просится, он должен быть здесь, по крайней мере, и, возможно, кто-то здесь найдёт ответы на свои вопросы, возможно, просто для кого-то это будет мотивацией. Поэтому сегодня будем с вами болтать снова на кухне, как в самом первом ролике. Кстати говоря, на кухне у нас, как вы видите, ремонт, который я сделала сама, что является отличным способом для похудения. Поэтому приглашаю вас к просмотру данного ролика. Пока что я не знаю, насколько длинный получится ролик, но, скорее всего, достаточно некороткий. Поэтому приглашаю вас вместе со мной провести это время на кухне за чашечкой чаёчка. И погнали! Итак, предлагаю начать как бы с базы. Начнём с основной истории, которую вы, конечно же, можете послушать в самом первом ролике, и некоторые даже ответы есть в других роликах. Но я считаю, что об этом важно сказать, об этом важно помнить. Я начала своё похудение с достаточно низкого колоража. И так получилось, что это привело, конечно, к быстрым результатам, но к большему, к чему-то хорошему оно не привело. Как вы знаете, я начинала худеть с колоража 750-100, это был край. Я тряслась за каждый грамм, я взвешивала просто чуть ли не воздух. Главное, чтобы это вот влазило в колораж. И при этом всём у меня ещё была ходьба. Начиналось всё с 2000 шагов и закончилось всё 10 километрами без остановки, быстрым темпом на скорости 6,3. Те, у кого есть фитнес-браслеты, скорее всего, понимают, о какой скорости я говорю. Если вы думаете, что худеть на 750-1100 калорий было вот так вот просто легко, особенно для человека, который жил на пиццебургере, в общем, доставках и макаронах, причём сковородках с сыром, нет. Это было абсолютно нелегко, это было сложно, особенно первые два месяца. А потом я попадаю к маме. Ровно через два месяца к маме, у которой покушать – это стол. Это, ну, щедрая душа, это круто, но это очень сложно для человека, видимо, всё-таки с расстройством пищевого поведения, раз были такие формы, да, такие объёмы. И, как вы понимаете, скорее всего, все эти проблемы, естественно, с детства, потому что первый раз весы у нас появились, ну, где-то лет в 13-14, ну, когда мне было 13-14, и тогда у меня вес был 107,4 килограмма. Тогда ещё более популярны вот эти вот шоу «Взвешенные и счастливые», в общем, вот эти вот все похудения, нереальном изнемождённом похудении. Не ведитесь на эти шоу, пожалуйста. Там люди немножечко по-другому всё делают, не так, как показано на видео. И тогда у меня родители начали бороться за мой внешний вид и тоже отправили меня на плавание и пытались как-то меня худеть, но ребёнку это не объяснишь, особенно когда он привык есть пирожное-мороженое вкусняшки, а тут как бы тебе дают гречку с овощами, ну, как-то невкусно, согласитесь. Затем всё это переросло в то, что вот, получается, два года назад можно считать, и я поняла, что я просто не могу ходить. Ну, то есть ты можешь встать, пройти 300 метров, и у тебя уже отваливается спина, колени, ноги, дыхалка, лёгкие, в общем, всё. То есть это был тот момент, когда мы вышли с мужем на улицу, была зима, февраль, и нам нужно было ехать за документами очень срочно. Мы собрались, побежали, и как бы, ну, побежать в весе 140 килограмм, там, 148, ну, это смешно, не получится побежать. По крайней мере, в моём случае есть люди в таком огромном весе, реально живчики, но это был не мой случай. И, собственно, дальше вот тот самый период 750-100 калорий, потому что тогда я обратила внимание на такие паблики, как типичная анорексичка, 45 килограмм или 40... В общем, вот эти вот стандартные популярные паблики, несмотря на то, что как бы в моё время, когда я начала ходить информацией уже, ну, просто листай Инстаграм, Ютуб, и всё, что хочешь, диетологи, нутрициологи, психологи, кто угодно, нет. Вот, как бы наш мозг, наш толстый мозг на тот момент заточен на то, что мне надо быстрее, 10 килограмм за три дня. Да, я похудела и после маминых столов, я держалась, я ходила, именно там мне удалось сбросить свои первые 25 килограмм за два месяца, потому что жара плюс 40, а ты ходишь ещё в тёплых штанах, ты весь мокрый. Ну, по крайней мере, у меня были кадры в видео в прошлом. Потом, после того, как я выдержала весь вот этот вот концлагерь, потому что для моего мозга на тот момент я вернулась домой, как бы от родителей домой уже с весом 114 килограмм, по-моему. То есть там 25-30 килограмм у меня уже не было. Но это был концлагерь для моего мозга, потому что миллион и один соблазн, и лето, фрукты, хочется всего. И я помню, тогда был один раз, когда я просто... Единственный был мой такой а-ля срыв, это когда я съела просто вот пакет килограмм абрикос. Я очень люблю абрикосы, и всё, моя душа улетела, а у меня не получилось. Но всё равно мне удалось это сделать, я вернулась. И что вы думаете, я начала изучать дальше информацию? Нет. И я начала засыпать под видео про всяких шоу про толстяков, про нарксичек, про всякие другие шоу а-ля Малахова и так далее. Лишь бы вот эта вот информация тебе... Знаете, как люди засыпают под видео про космос, а я засыпала под видео про толстых. Вот как бы у меня вот так вот было. Это было смешно, но это единственное, что меня мотивировало. Я пересматривала ролики, бывало одни и те же, раз по 10, лишь бы кусок в горло не лез. И вот так вот я питалась ещё точно до декабря месяца, потому что даже Новый год я праздновала, ну, как бы отдельно по питанию. То есть там мы мужу делали нормальные салаты, да, там с майонезом, с картошкой, со всей этой фигнёй, ну, как бы для меня на то время фигнёй. А я себе делала там, если это селёдка под шубой, то это как у нас в семье шутили, селёдка под шубой. В моём варианте это была селёдка без шубы и без селёдки. Вот. Это действительно было так, потому что селёдку под шубой тоже я же делала с тунцом консервированным в собственном соку, без картошки. И буквально через каждый слой у меня была чайная ложка греческого йогурта. И при этом соли было только в двух слоях, и всё. То есть вот настолько у меня был критический уровень моего осознания того, что я делаю что-то не так. В декабре месяце у меня уже был велотренажёр, потому что мне подарили его на день рождения. Тогда я начала делать тренировку либо два раза в неделю, либо три раза в неделю, от 45 минут до полутора часов. Сначала мне это было крайне сложно, потому что очень сильно болели ноги, ты уставал. Но уже в январе, в начале января у меня был вес 85 килограмм. И вот здесь начинается трешняк для моего мозга, потому что у меня начинается плата опять на месяц. Это вторая моя плата. Первая моя плата была в 104 килограмма в октябре месяце после свадьбы. То есть замуж я вышла в 107 килограмм, и в октябре у меня 104, и первая плата ровно на месяц. Вторая плата у меня была в 85 килограмм, и тоже на месяц. И вот в конце февраля, наверное, как-то оно всё вот так вот пошло-пошло-пошло. Не, ну не с конца февраля, но в конце февраля, где-то в середине марта уже было 75 килограмм. Как-то оно всё так быстро пошло, и появились овощи, новые фрукты, что-то какое-то движение пошло. И всё. И дальше, собственно, с марта по август, ну по июль, наверное, даже, у меня стоял вес 75-78-80 килограмм, потому что я решила отпустить. Я замечала, что всё, я срываюсь, у меня снова какие-то психологические напряги, у меня какое-то давление, мне нужно что-то делать с этим. Я поняла, что кусочек шоколадки, это всё не работает, и поэтому я решила отпустить себя. И где-то, наверное, даже целый месяц каждый день я ела что хотела, пила алкоголь сколько хотела. Да, это был некрептый алкоголь, там, и шампанское, может быть, какое-то слабоалкогольное там пиво и так далее. Но, в общем-то, в результате вес вот так вот прыгал 75-80 килограмм. Опять же, эти 80 килограмм это был не жир, потому что через 3-4 дня у тебя уже вес 77, соответственно, ну, вряд ли это жир. И запомните, пожалуйста, вы никогда не потолстеете за неделю на 5-10 килограмм. Ну, так не получится, если вы не будете запихивать в себя всё настолько, что у вас в животах уже будет там дальше горизонта, как говорится. В общем-то, после вот такого вот а-ля отдыха, но я это называю отдых, ни в коем случае не называйте это всё срывами, зажорами. Всегда относитесь к этому как к отдыху, как к расслаблению, потому что ваш организм тоже не может работать вечно, как машина. Машину всё равно мы хотя бы иногда возим там в СТО, как-то ремонтируем. То же самое с вашим организмом. И вот где-то в июне месяце у меня начала назревать идея, что я хочу сделать ремонт. И вот с июля по конец августа, а то и по начало сентября у нас был ремонт, я сама выравнивала все вот эти стены. Шпаклевала первый раз в жизни, в общем, всю кухню, которая у нас сейчас здесь, мы делали вместе с мужем потом. Где-то гарнитуру он делал, где-то стены, я, покраска, вот эти декоративные все штукатурки и так далее. И, в общем-то, есть особо было некогда. И плюс жара, у нас была очень сильная жара в Питере, есть как-то не хотелось. Некогда, плюс физическая нагрузка такая, что ты просто вот это всё делал там с 10 утра до 10 ночи. Ты ложился на кровать, и всё. И ты вот так вот просто умер. И, в общем-то, в конце августа я увидела заветные 69 килограмм на весах. И после чего с 1 сентября почему-то у меня в голову пришла такая мысль, что мне нужно перестать считать калории. И, кстати говоря, как раз-таки в этот период, пока шёл ремонт, вот это есть не хотелось, постоянное движение, куча физнагрузки. Мне как раз в этот момент приходит в голову, что, блин, всё, пора повышать калорийность. Невозможно жить всё время на 1200-1300 калорий при учёте, что для меня это мало. Моя дневная норма – это 1700 калорий. Я ем на 1200 при учёте достаточно высокой физической активности, ну, как для меня человек, который вообще с нулевой активностью по жизни. И тут как бы активность выросла, а калорийность как бы не выросла. И очень классно упал этот момент на то, что была и физактивность, и поднятие калоража, что не дало мне набрать вес, а наоборот дало его спустить. Соответственно, я вижу 69 кг в конце августа, что для меня всё, для меня победа, для меня было главное перейти планку 70 кг, и не верила этой цифре. А с первого сентября я решила, что хватит. Самая моя глобальная психологическая проблема была в том, что я не могу отказаться от щёчка калорий и от завешивания еды. И я поняла, что, блин, ну я же не смогу постоянно ходить с весами, хотя, когда я ездила к родителям, я брала весы везде с собой. Пара-па-па-пам! Пищевое расстройство! Да, всё казалось бы так смешно, если бы не было так грустно на самом деле. Но я не хочу к этому относиться как к болезни, как к проблеме, как ещё к чему-то, потому что так ты начинаешь себя ещё больше загонять. Нам нужно вылезти из этого состояния, а мы в него ещё глубже себя запихиваем. И, в общем-то, с первого сентября я перестаю считать калории, взвешивать еду. Как раз у меня приезжает сестра, у нас куча праздников, у нас годовщина свадьбы, у нас дни рождения. Я ем всё, что я хочу, я пью, что я хочу. Я это делаю тогда, когда я это хочу. То есть не каждый день, не каждый час, а реально по, знаете, как по зову мозга, ну не мозга, а желудка даже. Потому что наш хитрый мозг всегда остаётся жирным мозгом. Он не худеет. Вот мозг у нас не худеет. И это хорошо. И как-то так получается. Я начинаю больше гулять, как-то дома больше двигаться, убираться постоянно, там сделать, сюда отнести, тут принести. Тут что-то побежала, здесь что-то принесла. И, в общем-то, в результате я вижу на цифрах уже, на весах цифру 68. И понимаю, что это те самые 80 килограмм, о которых я мечтала. А потом как-то так случается, что у меня наступает ПМС, а во время ПМС я абсолютно не хочу есть. Вот у меня за три дня до ПМС начинается, ну именно до цикла уже начинается адский жор. Мне хочется спать, мне плохо. А во время цикла я не хочу ничего. И вот проходит цикл, я остановлюсь на весы, там через ещё три дня. То есть не сразу, а через ещё три дня. И вижу цифру 66 и 3. И, знаете, такой, такой как бы лёгкий шок получается. Но настолько внутри ты зарядился, настолько просто, ну это взрыв. Это взрыв эмоций, это первый раз в жизни, когда я пришла, начала какую-то цель и пришла к концу этой цели. То есть закончила её, довела до конца. Ну, для меня, например, это было максимально какое-то крутое чувство, крутое ощущение. Это, наверное, сравнимо с тем, когда ты очень долго о чём-то мечтаешь, несколько лет, может, даже десятки лет, и получаешь это. Это вот, ну не знаю, возможно, это даже круче. А теперь я вот хочу поговорить о такой интересной стадии похудевшего или худеющего человека, когда ты от той же булимии, определённых каких-то расстройств пищевого поведения, переедания, недоедания и так далее, переходишь к другому расстройству, который называется как-то вроде, если я не ошибаюсь по-модному, артерексия. То есть это когда у тебя уже ПП голодного мозга. Это когда... Знаете, как это у меня было? Смесь. Маниакальная паника. Во-первых, я, естественно, делила продукты на хорошие и плохие. То есть майонез — это фу, это плохо, там сметанка — это хорошо. Хотя в майонезе нет ничего плохого, так же, как и в сметане, и тем более в греческом йогурте, и в салатных листьях нет ничего плохого, так же, как и в наггетсах. Всё зависит от количества. Но у меня при этом всё, несмотря на разделение, ещё начинался такой период, когда я начинала повышать калорийность, и я вот чувствую, что я как бы поела, насытилась, но для меня это настолько было непривычное ощущение. Это какое-то было даже дикое, дикое внутреннее состояние, ощущение, знаете, как будто вы переели торта, и вы за это себя вините, и потом идёте обниматься с белым другом. Вот у меня такое же было, но с обычной едой. То есть было так, что ты там хочешь есть, на ужин поел яичницу, и идёшь обниматься с белым другом. Просто потому что ты съел 1400 калорий, и ты такой, блин, ну я же так не похудею. Вот это трэш, вот это просто трэш. И вот в этом всё, на самом деле, я больше всего боялась, что я не смогу вылезти из этого состояния. То есть ты привык к вот этим вот там 1200 калорий, и у тебя не получится отсюда вылезти. Ты застрянешь в этом, то, что тебе нельзя, тебе там то можно, вот это неправильно, это правильно. 1400 калорий много, и вообще там, не знаю, нужно быть вот таким вот, главное не есть там. Ну, в общем, то есть совсем мозг двинулся уже в какой-то момент. Ну, то есть вы даже представить себе, наверное, это не можете, потому что сейчас для меня это вот даже рассказать просто легко. А по факту тогда я помню истерики, я помню эти вот эти слёзы в подушку. То есть уже не потому, что ты там толстый, да, и не потому, что у тебя там колени болят, а потому что ты, блин, не можешь заставить себя поесть, как человек. Без психологического вот этого вот напряжения, что это много, это лишнее, так много не надо. Ну, в общем, я даже не знаю, как это объяснить, лучше это не объясняйте, потому что если вы это не проходили, потом ноги начинают накручивать на себя. В общем-то, это была такая короткая иллюстрация моей жизни за эти полтора года. Сейчас могу сказать, что вот этот месяц, по крайней мере, сентябрь и вот это вот время периода октября, я могу есть всё, что я хочу, и ем, что я хочу, и главное, когда хочу. Основной принцип, по которому сейчас я стараюсь питаться, это чувство голода. Не из серии «Вот завтрак, надо позавтракать». Нет, я могу встать в одиннадцать, а позавтракать в два, просто потому, что я, например, в одиннадцать, ну вот не хочу я завтракать. Или, например, я очень люблю сникерсы. Сейчас. Как бы то, что раньше было запретно в моём холодильнике, это всё... Единственное, я нашла шоколадку без сахара от «Красного октября», очень прикольное. Это всё сейчас есть у меня в холодильнике. А раньше это было не то, что под запретом просто вот для меня, это было под запретом для нахождения у нас в доме. Но сейчас это всё есть. Поэтому также сейчас я стараюсь готовить на двоих. Есть просто вещи, допустим, которые я вообще, допустим, спокойно отношусь к ним, да, а у меня муж, допустим, ест. Ну там, рыбу, например, я люблю. Я могу себе запечь, а ему там сделать что-то другое. А если я делаю там плов, то мы можем поесть это вдвоём. Мясо по-французски можем поесть вдвоём. Пиццу и так далее. Там сырники утром, овсянку. То есть, в принципе, я сейчас стараюсь жить нормальной жизнью, а главное, я не взвешиваю больше еду и не считаю все эти калории, что отнимало и много времени, и сил, и вот это вот постоянное тоже давление на твой мозг, что вот там это там 100 калорий, а это 130. А то, что ты за день можешь потратить 1030, ну, блин, это, конечно, надо очень постираться, но это же реально. То как-то, ну, ну, в общем. Сейчас я предлагаю перейти к вопросам и поотвечать на какие-то такие основные вопросы, которые вы задавали за весь период. Предлагаю начать с самого такого максимально популярного вопроса на канале каждого худеющего человека. Это что связано с кожей. Сейчас здесь вы будете видеть кадры того, как выглядит моя кожа сейчас. Это при учёте того, что я абсолютно не спортивный человек, я не занималась спортом никаким, кроме какого-то кардио, может, какие-то небольшие там приседания. Это максимум. Поэтому больше я себя заставить не могу, ну, вот не срастается у меня с силовыми тренировками пока никак. Я стараюсь, но мой мозг, видимо, всё ещё живёт в жирном моём мире, который, ну, не хочет он. Вот гулять, на велике там покататься, побегать – это, пожалуйста, а вот это вот заставлять себя не могу. Что касаемо кожи, что могу сказать? Кожа не подтянется. У нас есть такая вещь, как сила гравитации, и всё-таки это всё у вас образовывалось не за один день, и, собственно, не за один год это точно не подтянется. Но с тем, что количество жира у вас уменьшается, собственно, и в моём случае, мне кажется, если посмотреть старые ролики или старые фото, и сейчас, что она стала как-то, ну, чуть-чуть тоньше, что ли, наверное, так. Просто изменился слой подкожного жира, как-то так, наверное, не знаю. Также сюда отнесу вопрос с грудью. Что случилось с грудью? Для нас, для девочек, это очень немаловажная тема. Да и для мальчиков, чьи девочки худеют, это тоже немаловажная тема. Ну, вот что с грудью, девочки? Как вы думаете, что с грудью? У меня был объём 145. То есть вот сейчас вот здесь я вам выведу объёмы до и объёмы после, которые стали. Вот как вы думаете, что может случиться с грудью? Конечно, грудь ушла. То есть верхняя часть вот здесь, то есть вот здесь, вот здесь всё. То есть здесь пустота. Какая-то часть молочных желёз осталась только снизу, да, вот эти мягкие ткани. А здесь у тебя по факту, ну, вот просто гладко и ровно. Ну, то есть грудь только операция. Если вы худели на большое количество килограмм, я не знаю, у кого осталась грудь. Ну, счастливые люди. Все остальные, к сожалению, тут только оперативный путь. Но пока я это не планирую. То есть меня всё устраивает. Она не выглядит прям таким плоским, висячим бананом или ушами спаниеля. Ну, как бы меня устраивает. И также остальные части тела. Конечно, скорее всего, это тоже всё оперативно. Но я скажу так. Лучше ходить вот так, но ты можешь это замаскировать под даже короткими шортами, чем не влазить в сидение самолёта и просить дополнительный ремень. Вот так вот я могу вам сказать. Потому что у меня была такая история, когда ты сидишь, тебе тесно как бы, потому что сидение рассчитано на стандартного человека, а ты очень-очень нестандартный человек, когда у тебя окружность бёдер была 154 сантиметра. Вытекающий вопрос из кожи по поводу размера одежды. Какой был, какой стал. До, я вот только помню, знаете, как, когда ещё жила с родителями, мы покупали рабочую форму определённых видов работ, скажем так. В общем, всё, что связано с земельными работами. Размер вот этой вот робы, да, или как это, в общем, костюм такой специальный, как комбинезон, в общем, он такой шёл. И он был 70-го размера. Когда я приехала к родителям, я уже приехала в весе 135 килограмм. И тогда перед приездом к родителям я купила серые штаны, которые вы можете видеть на видео, на прошлом видео. В самом начале у меня были серые спортивные штаны, и они были 68-го. Вот. И я всегда помню, что верх и низ у меня отличалось как бы на размер. То есть верх у меня был 66, низ 68. На данный момент с моими параметрами всё зависит опять от бренда, потому что есть такая вещь, как маломерки, большемерки и так далее. Плюс вот это вот наше любимое оверсайз, что я безумно, кстати, люблю. Но сейчас у меня вся одежда оверсайз, так что те, кто худеет, знаете, у вас целый гардероб будет модной одежды. И сейчас верх я ношу 46-48. Если это что-то оверсайз, то можно брать 44 вообще. А так в целом 46-48. Тот же вот эти вот топы, которые, да, вот в начале ролика были, в прошлом ролике, он у меня идёт на размер вансайз, то есть 42-46, и прекрасно, замечательно. Я джинсы недавно купила себе, размер 46-й. Хотя в целом джинсы я покупала 48-го размера, они мне были большие, они потом растянулись. Поэтому, скорее всего, вниз 46-48. Но при этом какие-то вещи а-ля лосины, велосипедки, шорты, вот даже красные домашние, я могу купить 50-52, потому что в таких вещах мне нужен максимальный комфорт. Вот не знаю, как-то так. Так, дальше был вопрос по поводу цикла. Я скажу так. Пока я была в большом весе, я уже отвечала на этот вопрос в одном из роликов, по-моему. Пока я была в большом весе, у меня слово «цикл» был где-то раз в полгода, раз в 4 месяца. И если он был, то мог быть один день, мог быть две недели. Как только я похудела до 125 килограмм, это был июль прошлого года, получается. Ну, получается, да. Вот с того момента по сегодняшний день у меня цикл, грубо говоря, день в день. И если я вот, допустим, заболела, он начнётся через 2-3 дня. То есть постоянно одинаково всё. Ну, для меня это на самом деле даже было в какой-то момент непривычно, а мне даже в какой-то момент надоело. Я так хорошо общались, ну вот что. Но по факту всё нормализовалось. Главное, ты стал чувствовать себя лучше. Вот это вот самое главное. Также по поводу критических дней могу сказать такую вещь, что все пренебрегают почему-то фразами от других блогеров, что нужно придерживаться определённого уровня жиров, не надо их занижать. И я также поняла, что занижая калорийность, мы убиваем свою гормональную систему, гормональный фон, особенно женский, потому что жиры — это наши гормоны. И, к сожалению, от их недостатка у нас начинаются деленные проблемы с волосами, с ногтями, с щитовидкой, с женскими половыми гормонами и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста, не занижайте калорийность, не делайте моих ошибок. Следующий вопрос у нас по плату. Плата — это мой любимый вопрос, просто обожаю этот вопрос. Обожаю этот вопрос, потому что для меня это вообще самое страшное, наверное, что может быть, с точки зрения даже психологии, а не с точки зрения там веса, цифр, объёмов и так далее. Запомните, пожалуйста, когда у вас плата. Не надо останавливаться, расстраиваться, бросать всё. Всё. Плата — это, ну, как бы, плата — это... Вот нарисуйте себе такую радужную картину, что плата — это когда ваш вес дошёл до своей какой-то цели. У вас в психологии своя цель, у него своя. Он дошёл до определённого веса, я такой, о, мне здесь комфортно. Дайте ему отдохнуть на этом весе. Возьмите точку какое-то вот удержание веса. Посидите там на нормальном своём колораже. Даже если вы прибавите там 2-3-4 килограмма, да они слетят за 2 недели. Они действительно слетят. Я проводила эксперимент. Я 2 недели каждый вечер пила по бутылке шампанского, ела шоколадки, жирные там всякие пиццы, особенно сырные, моё любимое 4 сыра. Я поправила с 75 до 80 килограмм за неделю. Но за 3 дня у меня вес уже был 77. Это коротко о том, что невозможно поправиться. Не бойтесь этих цифр. Вещи, которые я делала, например, во время плата, у меня было 2 варианта, таких более глобальных. Когда колораж был уже плюс-минус близок к нормальному моему колоражу, я делала либо белковый день, то есть это наутро мог у меня быть пачка творога, потом куриная там филеха, жареная, тушёная, взбечённая, отварная, любая. Куриная филеха и какие-нибудь овощи. Я безумно люблю салаты, поэтому для меня это была не проблема. И на ужин либо пачка творога у меня была, либо снова куриная филеха, либо яйца. Там 2-3 яйца и всё. Вот этого было достаточно. Так 1-2, максимум 3 дня у меня уходило. Единственное, что я старалась пихать в каждый приём пищи, если, конечно, не сладкий был творог, старалась пихать много овощей. Там 2 помидора, 1 большой огурец, 2 помидора, 2 перца, полцветной капусты, ну и так далее. То есть больше клетчатки в этот день и больше белка у меня работало. Убирать углеводы? Ну я не могу. Я очень люблю овощи, я очень люблю крупы, особенно овсянку, гречку. И для меня убрать углеводы, ну да, круто, я похудею там за 2 дня, там за 3 на килограмм. А когда я их добавлю, они возьмут с собой 4 грамма воды. Насколько я помню, 1 грамм углеводов это 4 грамма воды. И толку как бы особо не будет. То есть шила на мыло поменял, визуально цифру увидел и круто. Ну не работало. И второй принцип у меня какой был, это поднять колораж. Если у вас был слишком низкий, поднимите на пару дней, на 2-3 дня, там на 300 калорий. 300-400, может даже 500 поднять. Дайте организму запуститься. Он поймет, что, о, блин, что-то прикольное, надо, наверное, как-то что-то с этим делать. А потом вернитесь на свой колораж опять на 3 дня. И в течение следующей недели, допустим, если вес, ну, либо не колеблется, либо не меняется, в течение следующей недели дайте ему 2-2. У меня работало. То есть вот на протяжении всей недели 2 дня я ела, допустим, 1300, 2 дня 1500. Или если вы не считаете калорий, попробуйте 2 дня убрать ужин, 2 дня оставить ужин. 2 дня убрать, 2 дня оставить. И вот так вот чередовать. Возможно, это поможет. Но не занижайте калорийность, главное, вот это вот. То есть не надо голодать, не надо вот эти разгрузочные дни на апельсинах, на твороге, на кефирчике. Это все ерунда. Хотите разгрузочный день и реальный разгрузочный день, возьмите одну филеху и 2 килограмма овощей на один день. Вот это у вас будет просто разгрузочный день, потому что клетчатка просто с головой. Вы и кишечник разгрузите, и голодными не будете. Все заправки любые делайте для салата, хоть майонез туда положите. Килограмм майонеза вы туда не положите все равно. А клетчатка скомпенсирует вам все эти жиры, которых вы так боитесь, но которые нам так нужны. Поэтому относитесь ко всему проще. Еда это не панацея. Еще один такой момент, который вот только сейчас, к сожалению, я понимаю, что не надо отказываться от того, что вы любите. Я безумно люблю всякие вот эти покупные паштетики, рыбные, печеночные, креветочные, намазки, вот это вот все. И позволяйте себе их есть. Пробуйте научиться ограничиваться порциями. То есть не надо пытаться сожрать целую банку, запихнув ее вот так вот внутрь и такие, о, все, класс, пузико готово, счастливо, хорошо. Да, сегодня хорошо. А завтра вы будете плакать стоя на весах. Зачем? Перестаньте себя за это как-то ущемлять, оскорблять, ругать, наказывать. Блин, да съешьте вы, купите, вот знаете, есть классный психологический метод. Очень круто работает. Не знаю, как у всех, но у меня работает. Вот, допустим, вы очень хотите сладкое, вы очень хотите торт. Пойдите в магазин, купите целый торт. Купите два торта, три. Придите домой, налопайтесь так, что у вас прям, ну, живот будет разрывать. Напейтесь там, не знаю, мезимопанкреатина, но все равно съешьте там этот торт, если вот прям хочется. Купите все вкусняшки, которые вы хотите, съешьте. И ешьте это не за вечер. Один день, два дня, три, неделю. Наберите свои три килограмма. Наберите свои пять килограмм воды и отеков. Через неделю вернитесь обратно к своему питанию и поверьте, вес вернется обратно. А еще через неделю вес еще и улетит, потому что он поймет, что, в принципе-то, его не держат на голоде. Он не на привязи у вас. Что он также спокойно может есть то, что он захочет, то, что он не захочет. Мы все не роботы, мы не можем всю жизнь питаться на 1300 калорий. Значит, вот по весу моему мне нужно 80 грамм белка, 120 грамм углеводов и 50 жира. Вот, значит, каждый день я должна есть вот там 80, 120, 50. Нет, это так не работает. Я просто, ну, я максимально прекрасно вас понимаю, вашу психологию и свою в этом плане. Я прекрасно понимаю, в какую сторону может двигаться психология у людей, таких вот, как я, да, которые вот надо строго под таблицам, надо строго поколоражить. Да не бывает так. Ну, мы же не роботы, мы же не можем каждый день есть вот так вот идеально. Нет, сегодня-то съел больше жиров, завтра больше белка, послезавтра углеводов, послезавтра там вообще не там поел один раз в день, больше не хочешь. Потом, наоборот, хочется надъесться от пуза. Вот так вот оживите, вот так вот, вот это называется жизнь. Просто не надо превращать свою жизнь в помойку каждый день, закидывать это все, а вдруг завтра этого не будет. Не будет и хорошо, появится что-нибудь другое, что-нибудь новое, вкуснее, интереснее. Поэтому не спешите жить, реально не спешите. В плане еды не надо пытаться запихнуть все как в топку, то есть там выкинуть это жалко, а закинуть в себя это не жалко. И чем вы будете отличать тогда свой желудок от мусорного ведра? Ничем. Поэтому фильтруйте, ограничивайте порции. Я человек сырная душа, но если я хочу сыра, я возьму там 55 грамм, натру себе словашом и съем, получу колоссальное удовольствие и успокоюсь. То есть следующие там 2-3 дня мне уже не захочется этого. Потому что у тебя нет в голове вот этого вот стопора. Тебе нельзя. Можно. Абсолютно все можно. Чем больше ты себе разрешаешь, как вот на удивление даже, тем меньше тебе хочется. Вот я в это вообще не верила. До тех пор, пока реально так не сработало. У тебя себе разрешила есть сладкое? У меня пол холодильника сладкого лежит, и я его ем? Нет. Я вот съела сегодня шоколадку, ну вот эту такую полосочку большую, рада, как слон. Просто радуюсь, и все. И я ей больше не хочу. Вот как-то очень... Вот я разрешила съесть колбасу там копченую, да? Я 2 дня ела эти бутерброды с колбасой, и я вот уже, наверное, ну месяц не ем ее, потому что не хочу. Как-то вот, не знаю, наверное, вот как-то так работает хитрость нашего мозга, нашей психологии и так далее. В общем-то, вот такое вот видео у меня сегодня получилось. Где-то эмоциональное, где-то, может быть, какое-то сумбурное, но я стараюсь все записывать без сценариев, без прочей всякой фигни, и просто делиться своими эмоциями реальными, как оно есть на самом деле, своими мыслями. Я, возможно, считаю, что кому-то это поможет, смотивирует, и как-то подтолкнет, потому что в свое время именно вот таких вот роликов мне не хватало. В общем-то, на этом все. С вами была Лера. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что вы остаетесь вместе со мной. Успехов вам в ваших делах. Никогда не останавливайтесь и боритесь до конца за свою цель. Как бы сложно ни было, поверьте, чем сложнее чернистей путь, тем вкуснее будет победа. У вас все получится. И у меня теперь будет все получаться. Возможно, я приду к спорту, но это слишком тяжелая история. В общем, всем спасибо за просмотр и пока-пока.